Внесены изменения в государственные программы поддержки предпринимателей. Дорожная карта бизнеса 2025 и экономика простых вещей, реализуемая фондом ДОМО. Отныне в программе Дорожная карта бизнеса смогут участвовать все предприниматели без ограничений по отраслям. Подробнее об этом расскажет наш корреспондент Юлия Мутылова. Программа разбита на три больших блока. Поддержка касается начинающих предпринимателей, молодых начинающих бизнесменов и уже действующие объекты бизнеса. Программа включает в себя два основных инструмента. Это гарантирование залога до 85% и субсидирование процентной ставки, что является наиболее востребованным среди предпринимателей. Если, к примеру, в банках второго уровня процент составляет от 15 до 17, то, согласно внесенным поправкам, бизнесмены будут выплачивать всего 6%. Что касается финансовой поддержки, то здесь для начинающих и молодых начинающих предпринимателей увеличилась сумма кредита с 60 миллионов тенге до 180 миллионов тенге на селе. Для действующих бизнес-объектов сумма увеличилась вдвое и составляет теперь 360 миллионов тенге. Что касается города по второму направлению, то в городе раньше были отраслевые ограничения. Есть приоритетные отрасли экономики, которые прописаны по ОКЭТ-кодам конкретно. И только те предприниматели, которые попадали под этот ОКЭТ, они могли брать кредиты. То сегодня, в связи с новыми изменениями, эти ограничения полностью сняты. То есть в городе теперь без ограничения любой предприниматель может участвовать в программе дорожной карты бизнеса. Также огромную целевую финансовую поддержку получит и агропромышленный комплекс. Ранее на всю республику было выделено 600 миллиардов тенге. Сегодня эта сумма увеличена до 1 триллиона. Отныне прописаны приоритетные направления. Это производство сельхозтоваров и их переработка. И на каждое направление выделена определенная сумма. Несмотря на действующий карантин, воспользоваться всеми инструментами программы дорожная карта бизнеса 2025 можно онлайн. Использование предпринимателями данной поддержки даст новый импульс в развитии малого и среднего бизнеса в регионе. Изменения также коснулись и программы экономика простых вещей. Бизнес уже несколько раз просил, чтобы мы могли финансировать пополнение оборотных средств. Это изменение также было учтено. И в этом направлении, я думаю, тоже сегодня ограничения все сняты. В целом программа экономика простых вещей себя зарекомендовала очень хорошо. У нас по области на сегодняшний день, буквально на 21-22 апреля, мы профинансировали на порядка 8,8 миллиардов тенге проектов. Сейчас на рассмотрении у проектного офиса находятся проекты на общую сумму 5 миллиардов тенге. Активное участие принимают предприниматели из районов. Согласно данным аграрно-кредитной корпорации, в регионе ведется большой закуп скота переработкой производства сельхозтоваров. Также активно представляют свои проекты частные медицинские организации, которые закупают новое оборудование. Крупные бизнес-объекты закупают перерабатывающие установки, что также позволяет увеличить выпуск товаров для обеспечения внутреннего рынка. Изменения, принятые в указанных программах, позволят оказать помощь большому количеству предпринимателей, сделать более комфортным условия ведения бизнеса и расширят возможности финансирования необходимых для экономики Казахстана проектов. Юлия Мутылва, Рустем Ищанов, Алтембек Кабделов, телеканал Акжаик.